здравствуйте друзья сегодня мы с марусей вот вышли погулять немножко и решили для вас снять специальный ролик как бы ответы на вопросы дело в том что несколько последних моих роликов вызвали большой интерес и для меня тоже вызвало интерес то что допустим про компанулы я что-то недорассказала их значение применения и происхождение видов еще из влога о поселке интересный вопрос об отоплении о дровах еще из бальзаминов ролика о бальзаминах тоже возникли вопросы поэтому я сейчас постараюсь для вас что-то объяснить рассказать и проиллюстрировать на тех примерах которые есть у меня и так смотрим колокольчик карпатский сожалению не возникло пораньше такого вопроса с колокольчиками с компанулами что я этот момент упустила и не показала вам вот здесь вот у меня колокольчик карпатский растет совершенно беспризорном состоянии он совершенно самостоятельно здесь растет без моего участия ну вот давайте рассмотрим пока это можно это он уже помороженный вот такие у него листики а вот эти вот побеги это были цветочки цветочек у него также широко раскрытый колокольчик нежно-голубого цвета но обратите внимание цветочки на каких длинных цветоножках хотя по листикам он очень похож на колокольчик равнолистный изофилу и сейчас посмотрим на равнолистный те самые женихи невесты а вот колокольчик равнолистный или колокольчик изофила видите у него листики похожие но облик растения совсем другой у изофилу побег цветочный это широко раскидистая кисть вот они кисти это цветочные побеги а у карпатики были такие длинные стебельки с одиночными цветками а здесь кисти вы и цветочки то есть а цвете кисть видите много и очень удивительно когда под названием компанула камур карпатика или колокольчик карпатика продают именно колокольчик изофила тот который как раз мы привыкли называть женихом невестой под вот таким измененным названием возможно я чего-то не знаю но я сегодня специально пересмотрела много ресурсов и поняла что номенклатура вот этих вот растений несколько подзапутанная вот это любовник у него тоже очень вот сейчас без цветков он очень похож на карпатику очень похож но отличие явное в именно в цветочных побегах вот он цветочный побег и уже начинает формироваться именно кисть закладываются бутоны кистевом соцветии я просмотрела википедию больше всего я доверяю конечно ей потому что информация в википедии об обновляется или подвергается ну ее просматривают и обновляют случае если появились какие-то новые сведения где-то один раз через два месяца там хотя бы раз полгода какие-то новые сведения вносятся у меня нет оснований не доверять википедии вот это колокольчик портеншлага у него тоже такие листики сердцевидные только зазубренки задум с зазубренным краешком а цветочек у него не несколько отличается от равнолистного видите он такой более мелкий также звездочка пятиконечная и он виде небольшого такого граммофон чека вот это партеншлага у него в данном случае два сорта вот этот вот лиловенький и беленький это беленький и кстати листья у них немножко отличаются даже между собой по цветам различаются немножко листья они у белого культивара немножко отличаются колокольчик пожарского следующий видовой колокольчик вот он это биколорный вид то есть у него серединка ясно выраженная пятнышко белая звездочка с тонкими лепестками широко раскрытая он не имеет бокальчик а у него раскрытая звездочка у него такие же очень очень сильно похожие на портеншлага листики но отличие именно в цветочках и цветочки и посмотрите цветочная кисточка стебель очек также много несет на себе цветочков много когда они цветут вот эти кисточки они прям очень хорошо много вываливаются из горшочка и получается как будто бы они такие ампельные у колокольчика ломкого кроме опушения на листиках интересным является цветок он нежно-голубой с небольшими высветлениями по цветку по форме очень сильно напоминает колокольчик равнолистный или изофилу и карпатский в общем то у всех колокольчиков листья похожие сердце ли сердцевидные вот у меня есть два сорта махровых белые формы махровые очень сорт с очень крупным цветком махровеньким и обратите внимание на его многорядность здесь в цветке много рядочков лепестков и листики зазубринками а вот сорт махровый более мелкий цветок двухрядный то есть два рядочка лепесточков и цвет и лист у него с простым краем у этого листика есть зазубринки но их очень мало буквально единичные зазубринки вот так вот вблизи если их поставить они очень отличаются вот здесь листик такой как гофрированный немножко волнистенький а эти листики более ровные вот вам и отличие колокольчиков природе более 400 видов те сорта которые есть у меня у меня на данный момент 10 сортов или 10 правильнее сказать даже видов или гибридов то есть тут как хотите в общем 10 видов проще будет сказать эти все виды приспособлены к произрастанию в комнатных условиях в том числе такие видовые как вот портеншлага и колокольчик неаполитанский черила портеншлаг и черила между собой отличаются посмотрите по листве у портеншлага более каемчатая такая листва зазубринками более такая волнистая ну и соответственно цветочек вот видите он таким колокольчиком а у черила вот этого растения более мягкий такой край скругленный и листик имеет такие же зубчики но уже форма его сердце видно я но более скругленная а здесь такая явно выраженная остренькие краешки и по цвету листвы они разные и по облику растений конечно они разные но все колокольчики произошли от природных видов когда-то эти виды возможно и не когда-то возможно не сейчас произрастают в местах естественного своего произрастания в ареалах распространения природных они произрастают но уже находятся на таком на грани исчезновения можно так сказать и об этом нам говорит википедии многие ресурсы в интернете говорят о том что колокольчики вот такие исчезающие виды поэтому когда мы их содержим комнате в домашних условиях украшаем свои жилищами мы еще и помогаем сохранять эти виды пусть даже вот в таком вот состоянии в природе они конечно более пышным возможно а возможно и нет все колокольчики являются многолетними растениями вот эти вот в силу того что я вам уже показывала особенность да когда они начинают осваивать весь объем субстратов горшочки до весь горшочек там какие-то подземные такие побеги это как раз и говорит о том что растение многолетние это скорее незимующие формы то есть как таковые незимующие формы у нас в россии допустим в большей побольше территории россии то есть мы не можем вот эти виды высадить в открытый грунт и спокойно с ними перезимовать до весны этого не произойдет потому что они вымерзнут они не зимостойкие но многолетние и поэтому мы можем спокойно их сохранять у себя значит в квартирах в оранжереях ну и там где есть свет то есть зимой они должны вегетировать они должны находиться под светом способы размножения у всех колокольчиков практически одинаковы все компанулы я кстати пока искала информацию я обратила внимание что происхождение название вот этого большой группы до колокольчиков компанула произошло от слова компана итальянское слово с ударением именно вот на второй слог компанулу компана и раньше я говорила компанулы теперь поняла что я неправильно говорила нужно говорить компанулу вот размножение этих всех компанул в принципе одинаковое они размножаются один раз в год когда не цветут в какое это время это зимние месяцы когда они не выкидывают цветочные побеги каким образом мы должны перевести вот это вне цветущее состояние то есть цветение постепенно затухает поскольку у нас второй становится короче день становится прохладнее меньше света и вырезая вот эти отсветшие побеги цветочные мы удаляем удаляем растение в конце концов переходит период покоя но не как луковичные допустим да как ярко выраженный период покоя отмирает надземная часть вегетирующая и все зимуют корни луковицы да а у нас зиму зима зимовать будет растение в зеленом состоянии с надземной частью с корневой частью но именно по цветам оно должно вегетировать разница лишь в том что оно не будет свести вот этой называется период отдыха или покоя мы еще так можем утрированно сказать хотя покой здесь только снится растение дальше также про продолжает развиваться расти только набирает больше на формирует больше подземных побегов почек возобновления закладывает больше формирует новые стебелечки стволики новые точки роста вегетативные которые дальше развиваясь к весне начинают также нам выдавать цветение и цветение с возрастом происходит все лучше и лучше как часто отсюда следует такой вывод как часто пересаживать то растение какой объем вода ему давать видовые более быстро размножаются вот эти вот черила портеншлага пожарского вот эти в двухлитровом горшке и они уже его заполнили весь весь заполнили и здесь вот уже по краю горшка я уже вижу молоденькие розетки уже краю горшка перешли да я вам говорил что одно растение черила у меня уже три или даже четыре года в одном горшке находится три года и она по-прежнему в нем же и находится уже заняло весь весь объем горшка поэтому они быстрее нарастают а колокольчики и равнолисные или изофила они нарастают помедленнее но в то же время не все равно нарастают занимают весь объем горшка можно его держать и два года но дать ему допустим и три года и дать двухлитровый объем горшка возможно и больше если у вас есть такая необходимость но мне кажется проще держать не более двух лет и давать не более двух литров а потом просто обновлять растения новые молоденькие растения цветут хорошо яростно в два этапа в три этапа после обрезки они опять и опять зацветают если мы обеспечиваем им хорошее освещение может быть я несколько сбивчиво вам объяснила но я не ожидала что тема о компонулах вызовет такой живой интерес оказывается садовые центры до продают мало того что под другим названием ведь и от этой дезинформации люди не могут найти правильные способы содержания ухода этих растений потому что вот в наших условиях я вам показала карпатский у меня был посеян однажды он размножается прекрасно семенами вот эти все виды я размножаю только черенками он у меня был карпатский посеян однажды я его посмотрела увидела красавчик все и забыла каково было мое удивление на следующий год когда он самостоятельно вышел из-под снега вырос и дальше начал развиваться я на него особого внимания не уделяла ему потом то место где он произрастал мне потребовалось там было немного перенесена почта почва оттуда и эти корешки вот этого растения частично до попали у меня вот в это неудобное место где вам показала буквально там под забор да мы еще туда наложили профлист и в общем вот в этой расселине вот в этой щелочки он вырос вырос и начал цвести он у меня цвел практически все лето я еще смотрю надо же какой он живучий то есть видите как в чем разница карпатский очень живуч и даже в наших сибирских условиях перезимовал отлично в то время как если бы я какие-то вот эти что у меня в оранжереи растут я бы перенесла не бы все однозначно замерзли вот в том и разница возможно более теплых регионах все колокольчики можно выращивать на открытом грунте я не знаю у нас климат совершенно другой по поводу климата хочу вам еще сказать слово у нас по долгосрочному прогнозу было обещано теплая осень и где-то устойчивый минус после 20 октября должен был наступить но уже вторую ночь вот очень серьезные утренники заморозки сегодня было минус 15 сегодня у нас 11 октября минус 15 я уже не рискую ничего никому отправлять потому что у вас возможно и тепло я согласна но у нас пока она от меня доедет до иркутска или до красноярска до больших сортировочных пунктов она может замерзнуть потому что что в одну сторону 600 километров что в другую сторону 400 километров поэтому я пока не рискую после на той неделе к нам придет опять циклон циклон для нас в резко континентальном климате это всегда потепление но потепление с изменением худшую как бы сторону погоды это значит будет облачность возможной осадки но эти осадки это облачность она держит тепло отражающиеся от поверхности земли и как бы аккумулирует это тепло как мы вообще здесь живем мы выживаем многих непонятен вам как бы ответ себе находится на континенте и занимает практически центр континента евразия мы живем на таком плато у нас нет здесь морей у нас много рек но реки климатические настолько не влияют явно на климат они влияют на микроклимат а на общий климат они влияют мало если же проживать рядом с каким-то огромным водоемом то есть на берегу океана моря то море и океан очень сильно влияют на побережный климат он они его делают мягче намного мягче потому что я вам неоднократно уже говорила теплопроводность воды всегда ниже чем теплопроводность воздуха у нас нет больших водоемов и поэтому если стоит над нами антициклон и ветер дунул севера пригнал нам с допустим якутии холодный фронт холодный воздух северный то у нас тут же становится холодно прям вот вчера было плюс 20 сегодня плюс один все у нас похолодание резкое из-за этого мы привыкли к такому перепаду для нас это нормально если ветер подул с казахстана с югов то к нам быстро приносит тепло ветерком просто нам его принесло и у нас сразу становится тепло потепление если надвигаются фронты запада западных областей россии да и фронты обычно запада и надвигаются на нас циклоны они несут облачность большую нас закрывает и у нас портится погода и нам погодка мерзкая такая облачная но она для нас смягчает немножко климат потому что у нас тогда нет резких перепадов просто нашло на нас вот это вот облачный фронт и нас прикрывает как одеялом в это время у нас идут хорошие снега хорошие дожди нас поливают вот это как бы благо но вот как для жизни и людей то конечно это не благо антициклон всегда лучше это светит солнце настроение хорошее яркое но морозцы по ночам для меня это небольшое благо вот в этом смысле но вообще конечно солнце это замечательно но тогда у нас получаются резкие такие же перепады и в теплице днем может быть 20 25 ночью 10 8 плюсом и нам нужно топиться топимся мы дровами дрова у нас бесплатные получаются почему по той простой причине что у нас большое китайское предприятие кстати не одно в поселке находится которые заготавливает древесину ну я дальше не знаю куда они там я даже не вдаюсь в подробности отходами от этой дерева заготовки является горбыль горбыль они должны утилизировать утилизировать у них есть специальный полигон для этого и туда значит вывозятся эти отходы но этот полигон находится за пределами поселка ну а жителям куда деваться нам либо ехать туда на полигон заготавливать дрова либо нужно договориться с водителем водитель просто привезет ему даже ближе ехать по домам развести по улицам и выбросить кому-то да выгрузить это около ворот чем ехать на полигон и вот поэтому у нас получается что горбыль мы фактически получаем бесплатный плата наша и заключается в том что мы его должны быстро переработать распилить убрать сложить в целом у нас есть еще и дрова дрова которые можно выписать в лесхозе которые можно заготовить но все это очень заморочно никто этим не занимается углем мы не топимся потому что он за деньги и как бы ну за приличные деньги а газа у нас нет у нас мимо проходит газпром труба но газа к нам никто не ведет поэтому мы не газифицированы ну так исторически сложилось слишком мало населения по сибири там и города находятся друг от друга очень далеко и газифицировать видимо это экономически наверное невыгодно пока у нас есть лес пока есть отходы мы можем вот так топиться ну еще пока уголь есть не будет отходов лесных значит мы будем на твердом топливе переходить на уголь ну тогда вот будем как-то приспосабливаться еще был такой вопрос так ну по отправкам я вам сказала по хризантемам еще был вопрос хризантемы я тоже с ними не совсем недолго буквально вот наверное второй или второй год до когда я с ними еще никак пока не на ты не на вы просто есть и есть вот на эти мультифлорки я смотрю они у меня цветут они очень замечательно цветут но я пока их никак не трогаю я вам покажу сейчас вот они эти чудесные мультифлорки просто два шикарных букета они у меня в двухлитровых горшках вот для сравнения да тоже двухлитровый горшок это такой вот знатный горшок форма у него другая а это горшок для розы вообще-то технический горшочек с большими там дырками и вот они так шикарно цветут пока я с ними ничего не делаю я для эксперимента сняла пару черенков черенки конечно с бутонами вот у меня три сорта есть я два черенка с одного сорта два с другого и два с третьего конечно о корнях еще здесь речи нет корней здесь нет совсем пока никаких и я в общем-то и не надеюсь потому как это цветущее растение навряд ли они что-то образуют но по крайней мере я вижу что они не вянут не показывают признаков завидания потому что субстрат здесь мокрый они вот как наверное вазочки стоят и стоят вот я просто наблюдаю это у меня гвоздика диана которая ни разу у меня не процвела тоже решила ее просто обрезать взяла немного черенков воткнула и стоят но это аватар аватарчик я конечно те черенки которые я срезала для себя естественно я их уже продала потому что тут ну невозможно выдержать под так натиском просящих и я их продала а вот эти вот совсем малыши я взяла совсем другого растения вот он этот страдалец уже я его весь по обрезала это растение я опять купила у той же хозяйки у которой я покупала первоначально свой аватар и он у нее был в жалком состоянии попал немного под заморозок уже вот эти старые которые листики под заморозком были вот один из них остался всего лишь и он обрастает с него я вот сняла несколько череночков и еще надеюсь хотя бы еще несколько взять один здесь подает надежды ну вот еще парочка подают надежды ну конечно в таком горшке я в этом горшке и купила и не пересаживала не трогала просто занесла свою теплицу в условия такой земли земля здесь дубовая огородная буквально из-под асфальта укладчика я бы так это назвала ну в общем бедному аватару пришлось совсем худо вот кстати тоже новинка этого сезона какая классная штучка я вам скажу называется она альстермерия как-то так в общем смотрю на нее будет у нас пополнение интересное пользуясь случаем сразу покажу вам результаты нашего посева вспомнили бегония клубневая амери гибрид гофрированная желтая вот что у нас получилось она у меня долго долго стояла дома 25 08 сеяли мы ее и вот я ее вынесла уже в теплицу для климатизации она стояла у меня долго дома немножко вот листик один потянулся но по крайней мере они уже все крепенькие а это пикати абрикосовое кружево ну в один день сеяла я три сорта это розовая розовая и желтая самые многочисленные всходы конечно вот это вот пикати абрикосовое совсем мало ну ничего страшного вырастим это вот черенки которые мы тоже с вами черенковали на камеру вот вот у этих уже есть корни ну корни у них такие темные поэтому не очень видно не очень видно здесь среди торфа ну вот уже очень хорошие корни уже практически весь весь объем стаканчика с корешочками видно но она уже и расти начала хорошенькие вот эти вот девочки прям хорошенькие так а вот этот сорт это фривола пинк и латиорка укоренение очень слабое очень-очень слабое и я связываю это с тем что так как это у нас нон-стоп вайт а вот это у нас джой еллоу кстати джой еллоу это то что мы на камеру как раз черенковали она клубневая во-первых мне уже и подсказали что она клубневая а во-вторых хорошее укоренение я связываю как раз с тем что растение материнское с которого я снимала черенки оно было не цветущее и все-таки когда растение не цветет оно дает укоренение выше процент укоренения чем то которое цветет фривола пинк как раз она цвела и поэтому я связываю большой выпад много выпада было с тем что растение было все-таки цветущее поэтому я сейчас вот эти вот элотиоры которые у меня есть я их не трогаю они еще цветут цветут и цветут вовсю и черенковать я их начну когда уже будет цветение затухать наверное мне придется это дело искусственно прекращать то есть начинать выламывать цветочные побеги выламывать и выламывать и когда уже постепенно сойдет на нет цветение тогда только черенковать скорее всего это будет уже к концу года где-то в декабре ну возможно январь февраль укореняются то они быстро другой вопрос больший процент укоренения а поскольку элотиорки являются зимними бегониями нужно учитывать то что осенью значит они начинают как раз цвести активно начинают вот эта девочка всем нравится мне она тоже очень нравится это Валентина Валентино как-то вот так пишется очень двухцветная такая красивая это элотиорочка я уже ее определила что это все-таки элотиорка и относится она к элотиорам и вы написали мне зрителей подсказали что она чистая элотиорка ну и по по ней видно что она начала цвести еще больше и больше и не запускает никак вот она все-таки гонит и гонит цветочные кисти свои поэтому черенковать ее тоже буду в конце года когда будет затухающее цветение корневые те которые имеют клубни вот нон-стоп очка одна вот нон-стоп белая полбл-блоссом она как раз сформировала такие стволы толстые очень здесь можно будет снять несколько с нее черенков и укоренять сейчас осенью и будет тогда это все успешно вот это будет успешно кроме того у меня там возможно какой-то останется клубенечек но во всяком случае я конечно не буду оголять ее прям совсем я посмотрю если она захочет спать она скинет самостоятельно побег а если не захочет пусть вегетирует дальше я уж конечно ничего не поделаю с этим вот она Joy Yellow опять она дает бутончики ну она же получила обрезку получается да обрезку получила и она опять дает бутончики спать она не собирается но в то же время она дала вот лучшее укоренение то есть продолжаем учиться учимся и учимся на своих ошибках или учитывая опыт других но всегда происходит непрерывное обучение вот эта девушка у нас видите какая огромные огромные толстые стволы зовут эту девушку Вимми Крем ни разу не дала она мне хорошего красивого цветка но я так понимаю она не дала еще по причине было же жарко вот ее здесь гусеница ела пировала а теперь у нее такие мощные стволы и детки я имею возможность снять несколько деток вот она деточка снять деток и размножить бальзамин бальзамин нового гинейский на мой взгляд цветение стало даже еще больше здесь я конечно их не оббирала не мой Маруся уже домой она уже хочет все вот друзья еще хочу вам еще разок показать днем как выглядят бальзамины бальзамины новогвинейские очень красивые очень просто потрясающие цветы я их просто обожаю вот это плектрантус вот какие у него побеги боже мой надо отойти подальше показать вот какие побеги это я себе маточник оставила ну просто а запах ой а пахнет он еще как-то пахнет так мятненько мятненько так пахнет вот пошевелила его теперь запах на всю теплицу это никакие красавцы другое освещение и уже видно совсем очень ярко все видно очень четко видно серия рукоко немного волнистый край сегодня у меня получился такой ролик ответов ответов вопросы клещ сейчас не так донимает бальзамины и обработки получаются более эффективными потому что температура уже не подходящая уже и сам клещ тоже не такой активный препараты работают препараты и в прохладных условиях я сейчас больше работаю другими препаратами не фитоверм а использовала вот командор опол апола вот такие препараты которые более эффективны но их дома нельзя применять они такие вонючие ужас после после обработки нужно убегать сразу же до до выветривания запаха в общем стараюсь это сделать вечером когда я уже ухожу розовый вот какой розовый шикарный просто шикарный вот поэтому бальзамины благодарные растения лишь бы им был свет и они могут цвести и цвести не прекращая когда прохладно и они даже лучше себя чувствуют чем вот была бы жара хотя они адаптируются я знаю что мои зрители пишут мне и в жарких регионах тоже есть бальзамины и тоже хорошо себя чувствуют видимо растения все-таки пластичные и адаптируются хорошо ну вот друзья получилось у меня такое видео сумбурное длинное я думаю что какие-то ответы на свои вопросы вы получили если нет то пишите задавайте будем дальше рассуждать и рассматривать ваши возникающие вопросы вопросы Продолжение следует...